Здравствуйте! Буквально несколько дней назад компания Sony представила новые полностью беспроводные наушники. И сегодня мы решили познакомить вас с ними более подробно. Итак, знакомьтесь. WFL900. LinkBuds. Первое, что бросается в глаза, это конструкция наушников. Она очень сильно отличается от всего, к чему мы привыкли, и полностью воплощает основную идею, заложенную инженерами компании Sony в наушники LinkBuds. Создать наушники, совершенно прозрачные для звука. Наушники, которые можно носить весь день напролет. Уникальная конструкция 12-мм динамика, сделанная в форме кольца, оставляет ухо абсолютно открытым. А это означает, что ни музыка, ни комментарии голосового помощника не будут заглушать происходящее вокруг вас. При этом, качество музыки и передачи голоса будет оставаться стабильно высоким. Ведь за обработку здесь отвечает процессор V1, который хорошо зарекомендовал себя на наушниках WF1000XM4. Особое внимание при разработке LinkBuds инженеры уделили комфорту при длительном использовании. Каждый наушник весит 4,1 грамма, при этом корпус наушников стал на 51% меньше в сравнении с уже упоминавшейся выше моделью WF1000XM4. У новинки вообще много общего с флагманской моделью полностью беспроводных наушников Sony. Развитые смарт-функции, защита от влаги по стандарту IPX4, долгое время автономной работы, функция быстрого заряда батареи. Даже упаковка сделана по тем же принципам. Максимальная забота о погружающей среде и не грамма пластика. Есть у LinkBuds очень серьезные отличия от других моделей наушников. Например, система управления. Для того, чтобы запустить трек или поставить его на паузу, мне достаточно прикоснуться к собственной голове. Вот так. И это только одна из особенностей новой модели, которая обещает стать самыми неординарными наушниками Sony в 2022 году. Об остальных мы расскажем в одном из следующих, более подробных обзоров. А пока подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Оставайтесь с нами и следите за новостями Sony Russia. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok